Вот так мы постепенно развенчиваем слухи. Согласитесь, три года назад, если у вас лопнуло автомобильное стекло, то была великая трагедия. Но оказывается, все не так. Оказывается, стекло такой же расходный материал. Как и фильтр, как и тормозные колодки. Кстати, в некоторых случаях тормозные колодки стоят гораздо дороже, чем автомобильное стекло. Ну, оригинальные, на такие модели типа Мерседес, там, еще на что-то. Но мир не стоит на месте. Мир придумывает и совершенствует технологии. Естественно, говорить о том, что только оригинальные стекла производятся в мире, это тоже глупо. Теперь автостекло Альберта развенчивает еще один слух о том, что неудобно ехать туда на пересечении Советской, Комсомольской. Пожалуйста, в центре города, автолюкс. Этот сюжет из разряда того, как человек раскрутился. Сказать, что Альберт не крутой, в данном случае, не правда. Человек не витает в облаках. Человек грамотно понял, к кому обратиться. И этого человека мы и раскрутили. В принципе, всем понятен бизнес. Меняй стекла и живи. Но как? Грамотнее ТВ, лучше автостоп. Сколько сюжетов? Пожалуй, более 25. И вот вам правило. Первоначально он рассачил на правом руле. Затем купил себе Ниссан. А потом крутизна. Он купил себе крутого Мерседеса. Навороченного. Но правда переплатил. А мы ему сразу объясняли. За чего ты переплачиваешь? Ну да ладно. Хотел, купил. И вот так он начал развиваться. Искать места, где было бы круче и для кого-то. Но не получилось. После всего прочего, решил продать этого Мерседеса. И купил себе недостроенный сервис. После сделал. И, к слову, за кредитом не обращался. Конечно, без косяков не обошлось. Все специалисты того уровня ушли. Конечно, раскрутившись, забыл о раскрутке. Конечно, того бизнеса то и нет. Конкуренты давят на пятки. Но молодец. Живет сам по себе. Без всяких геморроев и аренды. Неплохо, одним словом. К слову, кому он платил более чем всем? Ответ. Автостопу.